хирокового дням по всем привет иванка здесь успел ты устал отвернуться интересно ли нет короче пацаны мы покажем сейчас в этом в этой серии видео вам как мы делаем плотницкую тут интересный момент который я обозначил на видео про донкраты сейчас на лесах не очень удобно вообще лес классный с той стороны вообще практически ни одного сучка стропила до строганный сухой лес приятно работать но вот тут у нас есть круглячок да и мы сейчас с вами пробежимся что здесь получается я вам так вкратце пробегусь расскажу у нас здесь 2 скатка у которой есть вход крыльца с образующими двумя ендовыми сейчас попробую вылезти наверх и сверху вам показать все рассказать что у нас здесь и как ванька не знаешь что снимается и поэтому в кадре вот собственно с двух скатка вот она идет вот так вот и ушла туда будут у нас тропила ендовы сходится здесь у нас будет одна труба там вот внизу из кирпичика выложена уже парная до трубу труба как она пройдет вот ну и вот собственно туда вот туда ушла ендова одна ендова другая там будет небольшой тупичок как бы поворачивающую кровля то есть подвесная водосточная система немножко повернет так что хотелось показать еще здесь у нас будет вот тут у нас есть плоскость стропил холодной теплой зоны будем ну то есть в плоскость стропил даже ниже на 50 миллиметров прорезать потом вырезать половину вырезали и срезали чтобы пароизоляция зашла в середину трубу стены поднялась вверх и утеплитель тоже также прошел а 50 миллиметров выше чтобы еще и перекрыть это все дело так ну процесс идет тут у нас данкраты есть сейчас ваня не вы уже это видео увидели про данкраты но она еще не снялась до конца сейчас будка финальная часть сниматься у ванни вон ключ лежит сейчас мы будем до регулировать и ну и показывает но это вы уже видели вот поэтому процесс пошлину здесь идет здесь еще из момента лобовая и и не будет здесь лобовая будет такая доска тоже она обзельная как бы вот она будет у нас как лобовая и она у нас будет идти еще как обрешетка пока не закроет маурлаты вот такой момент ну я вам все буду показывать моменте это мы будем кстати первый раз сделать потом будут про вопросы с контр брусом сечением будем подбирать потому что будет один потом другой может тут доски не будет ну и так далее в общем все поэтапно вам покажу день следующий вот и уже процесс так скажем подходит концу облицовка доской вот так вот лобовина будет облицована здесь сверху еще одна доска добавится наклёст по моему одна шире 1 уже доска вот там отверху видно еще подумаем как это обыграть она еще там треснула это мы закачиваем все согласую целом осталось там узелин довы по закидать стропила наживлены вот будет за крайняя даваться линия обрезаться врезаться за четверть дабы довести туда утеплитель вот там ванек он занимается прячется как всегда ванька ты как всегда прячешься да давайте посмотрим чем тут такие блять сосульки здесь такой поворотик небольшой у нас как раз под уголок желоба а может быть сколько вань тут миллиметров 150 до вот 180 ты может быть хорошо 175 а так там еще будет облицовка же а нет вот это лобовина уберется и будет тоньше правильно да слушай но ты видел они разные разные потолки по толщине еще сверху будет добавляться 1 до на причем нахлёст так вот она будет выкручиваться да ровно как обвелся с кого не уже кривой там обрезать а пони то есть получается стык надо равнять ровно получается до двух досок до ты понял она обвел с одной стороны обвел с другой стороны сверху обвел равняется и на верхней доске тоже обвел обрезается я не состыковывать но я изначально вроде они должны были нахлёстом быть на ясно это ты крутил или заказчик я так и подумал что заказчик посмотреть на 5 давайте он произойдем тут так закачку выплел уже красиво арки шлифанул красота вот ребятам осталось вот здесь вот эту часть закидать к ендове эта часть уже к ендове закидано ну это снизу снизу смотреть особо нечего в зарезе там вот этот пакли не знаю как его правильно назвать конина ну вот ну и здесь уже соответственно вылазим наверх ну вот собственно мы наверху тут многие спрашивают а как вы будете зарезать ну то есть чего поставили стропила если вы еще не подрезали венцы вы обратите внимание что нет ни одного уголка вот они просто стоят лобовина вот так который стоит она не ее там не будет это временная лобовина потому как вы нас 1500 миллиметров и они там ну сами по себе стропила гуляет и чтобы связать воедино вот собственно вот такое решение принято как временная мера дальше будет доска с обзелом мы ее будем это снимать обзельную ту ставить вот но после того как мы закрепим здесь обзельную ту поставим вот но это будет потом там в два слоя она нахлёстом идет здесь стропила стоит для того чтобы увидеть плоскость прочерчится плоскость на 10 миллиметров вы ниже плоскости стропил и также снизу прочертим плоскость там где стропила потом здесь вверх подрежется и еще четверть половин по центру даже может чуть дальше прорежем и снизу плоскость стропил поймаем и здесь будет то есть подрезанная правая часть лицевая отсюда потом толщина к это определенная половинка и потом четверть выбрана пароизоляция зайдет сюда дойдет до верха и проклеена будет то нам дельта там герметоз специально для пароизоляции и сюда уложен утеплитель поэтому эти крайне стропила не просто наживлены не стоят они там там не закреплены вы видите вот какие-то коньки уже раскреплены к ну то есть они вне закрученные суда не закручены ну я уже объясню почему да ну потому что она будет сниматься там есть там нет это так ответ на вопрос многие кто занимается плотницкими делами разбираются ребята уверен не хуже нас вот но сразу первое что им бросается глаза и не сразу начинает писать нежели посмотреть и разобраться что а вы там вот что-то там не отрезали как вы могли пацаны процесс ну просто процесс так тут скользко по намерзала потихонечку иду так ну собственно здесь все вы видели вот там вот на стропилах волосянка и здесь между стропил также волосянка ну не между стропил между ендов эту щель видно да вот и казалось бы это щель до промерзания но там вот этот паклей как она проложена и потом скручены две ендовы ну собственно вот так это и выглядит уже на финишной прямой говорю осталось тут вот буквально буквально вот вот этот кусочек пролет небольшой я думаю ребята сейчас часа за два его закидают за три да еще поправочка по воду лавовины я сказал что они там будут подрезаться не там будет как одна прибита а вторая будет наполовину ее смещена корпуса прикручена в неё и между стропили на и ней верхней будет куда промежуток и по верху мы ее подрежем вот это будет край уже лавовины плюс мы еще выпустим силовую планку на 30 миллиметров ну вот там дальше классическая ситуация соответственно там там например такая же толщина и будет посмотрим может желоб чуть угол желоба будет может чуть-чуть торчать может быть такое посмотрим насколько мы можем подрезать чтобы заглушку поставить ну чтобы он корректно работал и выглядел более-менее нормально ветренник у нас также как я уже сказал там у нас 175 миллиметров сейчас две доски вот эти вот обрезной они примерно будут вот эти вот 50 миллиметров забирать там если быть точным то 48 47 46 немножко прыгает вот а здесь сбоку соответственно еще плюс добавится вот о чем я говорил одна доска до выровнена по низу и вторая внахлёст нее которая нам даст еще плюс толщиной там сейчас у нас там 175 желоб 150 да вот и получается что практически вот так вот заглушить надо да но будет поворотик плюс 50 миллиметров куда аппендиксом мы посмотрим и плюс еще силовая на 30 вы еда еще получается желоб чуть дальше ну а там подрежем и можно на ветреннике ослиная ушка как бы повернуть туда ну вот в общем так вот такие дела пацаны скоро придут каменщики контур на закрывать чтобы они там пушку поставили может по перекрытию контур закрыть вот там вот как я уже говорил будут печка подниматься у нас рапильная система уже на финишной стадии также мы заканчиваем в алексеевке объект вот там где у нас апсид был санька там уже закончил вот вы увидите позже скорее всего а может быть и раньше не знаю но в общем сейчас он заканчивает сегодня еду забирать его и сегодня будет финальное видео по нему сниматься ну еще будет видео весной к скоптера но это не точно как обычно сейчас особо не полетаешь вот и они приезжают сюда и будут заниматься также ваня подрежет эти венцы вот холодной зоне сверху стропил будет также это обрезная доска чтобы снизу было видно что типа готовы законченный вид это отразится на контр брусе потому что здесь их не будет будем добирать только уже сверху рейки вырезать из нее же добирать вот ну и также у нас там где свес будет идти обрешетка из этой доски потом гидра будет чуть клевать вот главное чтобы там не было кармашка сделать и так чтобы водичка стекала и соответственно контур бус будет немножечко подрезан под угол шаум бэнд и сверху контур буса еще такая же обрешетка такого же рейка на нее чтобы компенсировать эту высоту все вроде бы пока все включимся следующий раз когда какой-то будет уже другой процесс день следующий вот и вот так вот у нас стропила на в крайне венец зарезаны и у нас должны быть некие стопы да которые будут тормозить утеплитель ну чтобы он не съезжал да это не должна быть просто доска потому что видимо его там вот так бревно же она же разрезана вот и добавлена как будто бы это нас стенка вот идет такая вот разнокалиберная вот она так продолжается там тоже самое вот сейчас я вылезу наверх покажу вам как то сверху выглядит сверху это так вот выглядит да вот у нас бус буска прям скульяка вырезали подогнали уголок снизу два уголка сверху вот теперь кармашек под утеплитель перекрываем венец такие толстые массивные стопы у нас получается вот теплый контур вот так же здесь уже выпилено здесь пароизоляцию как я говорил заведем сюда музыка мешает заведем сюда проклеим здесь также это сделается на вниз сам запасом висит вот здесь топ и здесь еще нет уголков которые будут держать но в целом ситуация такая же остается сейчас утеплять погода позволяет отличная саня тут рекламируют дельту конструктор лего собирает чтобы хоть как-то что-то где-то подходило чтобы не вышло клином да ты их до сюда перемещаешь уже чуть не нравится он ничего там сучок куда может быть от и в общем вот осталось чуть-чуть у нас пароизоляции и потом заклеить все гидрой заселить на проклеить все уголочки вот надо под обрешетку желательно выйти до отъезда макиянку так у нас день следующий ванька ускорился спрятался бомжара там уходит как этот как оборванный вот санька сразу видно с дельтой на контракте здесь у нас та вот обрешетка которую вы видели ну была да потом пленка вот видно вот так вот переходит на другую высоту там у нас сначала бутрейка компенсировать толщину а потом брусок цельный так капельничек конденсата закрывает краю ты тут вот там вот так вот это убит вот проклеено все тут нет сайта там не проклеена там не проклеена 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 а там на вопросах это не проклеили так это у нас плюс он между собой склеивается кстати это тоже надо просто мара не ободрали надо это я снимаю а ты хочешь рассказать секрет надо я понял секрет секрет хочет выдать здесь также все проклеится ну вот сейчас придем на ту сторону там ванька утепляет с этой стороны тут утепляется все ну вот сейчас утеплите можно с чистой стоимости ванька как бомжара выглядит вот так вот вроде локолька видно блять короче этот самый вот перепад у нас до на толщину этой обрешетки но теперь утеплится все под контрбус обрешетку и можно смело ехать на киянку спокойненько день какой-то следующий уже начали закидывать обрешетку закидали один скат обрезали под ендол теперь выдуваем опилки сетка на капельник конденсата на карнизы свес не ставим как раз вот для этого потому что есть зазор да для того чтобы когда разбухала это условно сплошная брешетка здесь есть четыре миллиметра щель для того чтобы когда зоны подкройного пространства с вентиляции влагу брала доска чтобы она не распёрла вот и и в общем в эти в эти щели в процессе монтажа насыпаются опилки поэтому как капель на капельник конденсата сетка не ставится до того момента пока вся обрешетка не закончена будет иначе там будет беда вот так же еще спрашивали постоянно частый вопрос постоянно как же там перепад ребят смотрите вот так вот покажу вот там вот есть обрешетка вот там вот обрешетка все говорят во что денег не хватило на нормальную брешетку это доска карельская которая обзельная вот она как я уже по-моему несколько раз в этом видео говорил она стоит дороже чем строганный строганный лес у нас черновая брешетка снизу на пароизоляции строганая тридцатка а получается вот там вот лежит 25 миллиметров она 24 25 миллиметров соответственно вот эта доска она лежит на стропилах выполняет функцию декора она вот там вот снизу уже стропила будут покрашены вот и будет сразу доска такая симпатичная вот так это устроено вот у нас перепад есть потом вот эту толщину мы компенсируем рейкой которую заказчик привез рейсмус и мы подстрогали тридцатку до 25 миллиметров и соответственно компенсировали вот эту толщину потом брусок 50 на 40 кинули сплошняком вот так это выглядит вот там кармашек of нет потому что угол кровли позволяет сделать перепад ну то есть мы не прибили до конца потом вверх сейчас я уменьшу не не сделали угол там а плавно перешли гидрой вот и тем самым у нас теперь вот так вот это исполнено также у нас на фронтоне вот вы можете видеть здесь с рейкой следующая не рейка переход гидры наверх туда уходит потому что вот это вот холодная зона вот здесь вот вот здесь холодная зона и здесь также снизу будет видно видно уже готова доска я вниз спущусь вам покажу но в целом процесс пошел закидывать обрешетку у нас киянка в минске встреча сегодня у нас пятница 8 марта вань что ты хочешь сказать женщинам который смотрит наш канал ван я всех поздравляю желаю всем любви и красавчик вот я собственно присоединяюсь к этим поздравлениям всем вам женщины любви счастья и успеха и и и здоровья конечно сейчас время такое постоянно какие-то болячки гуляют просто капец и так чего еще таки хороших мужиков как ты согласен и вот тут кстати тоже вот так же исполнена рейка компенсационная да и которая компенсирует у нас толщину и снизу продых то есть все вентилируется вот это пространство оно все вентилируется полностью вот обычно мы делаем следующим образом есть два вида первый вид но самый распространенный но не на фальцевой кровли хотя некоторые на фальцевой это делают кидают два бруска два контур бруса в яндове и гидроизоляцию непосредственно вот этот гидроизоляцию огибая бруски таким образом как бы это хорошо с одной стороны потому что обрешетка теперь пробивает гидру в верхней точке это неплохо то есть вот эти два бруска так же как они стоят только они стоят внизу в целом это неплохое решение но вентилироваться не будет вообще у нас вот на этот скат нет карниза и как он как откуда брать воздух забор воздуха только вот оттуда вот с этой части со ската у которого есть то есть мы всегда делаем контур брус вот этот вот на шаумбенд просто елочкой набиваем елочкой набиваем для того чтобы контур брус был не цельный и забор воздуха выходил вот такой вариант потому что если мы гидроизоляцию огибаем то есть контур брус сразу прибиваем и огибаем гидроизоляции и их то сплошной настил полностью блокирует всю вентиляцию потому что сплошной настил а если у вас допустим металлочерепица и там брусок разряженный идет то конечно она вентилируется но для фальцевой кровли такое решение которое в ендову ложишь два бруска и огибаешь гидрой не гуд вообще не гуд если кровля теплая у меня часто задают этот вопрос вот вообще очень часто когда я делаю плотинскую и особенно по этим донкратом такую ахинею люди пишут просто вообще ну просто люди не понимают вообще физику процесса у вас руб должно быть скользящие стропила да это так это правильно все говорится но никогда нет ендовы куда она будет расползаться я в донкратный видео про донкрат по-моему все рассказал и все равно у некоторых есть вопросы это вы раскручуете вот так вот это вы раскручуете смету удивляете как вы заинтересуете заказчика вы так заказчика заинтересовываете свои там типа уникальности а по факту это никому не надо ребята у меня на полгода клиенты ждут нас вас три звена и все постоянно заняты о чем какой клиент я не хотел делать эту кровлю по-плотнински люди которые строили сруб и наверно они пишут в комментариях что что вы творите что вы там делаете потому что они узнали что мы тут делаем да эти люди когда узнали что фальцевики будут у них принимать плотнинскую работу просто слились просто поступили как я не знаю как как люди с которыми когда договариваются рассчитывают а они потом сваливают вот как их назвать в комментариях их назовите как они делаются и заказчик меня слезно попросил алексея денис сделай стропильную систему я сказал я не могу хорошо я я узнал как это делать потому что это скользящий не скользящий я вообще не волоку в этом ничего я узнаю про мониторил пообщался с всеми ребятами которые очень хорошо за ним профессионально занимается достаточно всякими деревянными конструкциями моделируют это все рассчитывают на компьютере и даже они в большей степени затруднились мне ответить как должно это все работать когда стоит когда есть две ендовые блокируют их вот 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 все единственный кто мне грамотно ответил на этот вопрос это андрей дмитриевич из уникмы сказал денис сейчас я все покажу снял видео спасибо ему огромное за это как работает как в процессе сколько смещается сколько в миллиметрах видео про танкрат это все было вот поэтому если вы не знаете то конечно пишите ахинею вы показываете себя целиком и полностью и скорее всего опять же повторюсь это те люди которые просто свалили с объекта бросили заказчика и теперь там пишут что вы там раздуваете с меру я все сказал вы говорится так сказать вот ну и продолжаем мы продолжать вот в планах до встречи в киянке закидать все обрешеткой мы у нас один остается костян вот мы закидаем обрешеткой наживляем чисто чтобы она стояла вот и потом накрываем это все баннерами потому что подкладку не успеем накрыть скорее всего вот костян открывает баннер и вот нас не будет долго он прокрутит это все настилит подкладку вот и будет счастье на этом выключаемся херак новый день который думал не настанет здравствуйте мои дорогие друзья как вы видите встреча киянке прошла вот голос до конца еще не восстановился и мы продолжаем в общем тут надо если что подснять до отъезда не получил там чуть не закончили по плотницкой ну именно в тематике этого видео до плотницкие работы на бане закончены да вот в этом в этом контексте как бы это будет завершающая уже вставочка завершающая часть этого видео на ней будем прощаться вот подкладочный ковер смонтирован та часть полностью готова даже уже висят желоба вот здесь еще не закончено давайте мы здесь посмотрим здесь лежит подкладочный ковер у нас дельта пвг здесь ендову не прокладываем ну потому что это подкладочный ковер 200 миллиметров туда напустили и здесь все потом проклеили там вот видно она напущена подкладочный ковер не гидроизоляция здесь это допустимо сеточка также еще не стоит для комментаторов которые там ну я понимаю что те который сейчас смотрят комментаторы они не те комментаторы которые пишут коротких видео короткие видео там не наши подписчики смотрят вот как они начинают писать сколько там отпилков и так далее в общем здесь я вам поясню как это было провели отторцевали да опилки есть дунули выдули все сетку поэтому не ставили вот здесь капельника насада стоит а сеточка анече смонтирована Потом этот скат Предварительно угол зарезали, поставили, прикрутили Все, отторцевали здесь, все выдули Ну и все Потому что сеточку поставили бы, оно бы забивалось бы И хер, ну короче, не выдули бы оттуда Давайте залезем Наверх И пройдемся Посмотрим Что сделано Что еще предстоит сделать Вот, собственно, такой же процесс Закидывается одна сторона, отпиливается Опилки мы видим Продувается Когда продуваем, дуем еще в конек Снимаем где-то там через каждые 5 досок Еще откручиваем И также еще туда поддуваем Все это выдувается, опилок нет Сам не люблю, когда там опилки И мы это все делаем Мы это знаем А комментаторы пишут, что же вы творите Вы же неправильно все делаете Опилки не выдули Вот так, попробуем сейчас спуститься туда Вниз Не знаю, насколько вам тут скользко Здесь X, X+, пленка, а не ПВГ Потому как она То есть Какая-то часть уже предварительно была Сколько я понимаю, заказана Да, мы дозаказывали рулоны Вот Давайте тут теперь посмотрим У нас капельник Давайте я слезу туда В общем, давайте вот так вот посмотрим На вот этот вот ракурс Здесь у нас все закидано Все проклеено Потому как А, там Со слоем проклеивающим Тут нет мультика сверху Вот Также и На ПВГ-шке Тоже Ну, слой такой, который проклеивается Баннер уже сняли Сейчас, как я сказал Ребята, все это надо делать Сейчас я спущусь вниз Мы посмотрим карнизный свес там И будем заканчивать Так, ну вот здесь у нас Находимся Закончили вот так вот Отогнули Карнизную планочку Вот у нас стоит жоп Тут Ну, также К карнизной планке проклеен Подкладочный ковер Вот Давайте заглянем Вот у нас Непосредственно карнизная планка Перекрывает, да, в там желобе Примерно вот так вот И мы сейчас заглянем вот туда И увидим, что там сеточка стоит Зацеплена за капельник конденсата Вот так вот выглядит Уже декор готовой лобовины Опять, значит, вопросы там задают, конечно Люди Пишут такое Просто иногда улыбаешься Просто улыбаешься Люди Считают, что Написать какой-то Гневный комментатор Сидя на диване Гораздо важнее Чем разобраться в проблеме Но это дело ихнее Опять же повторюсь Это не вы, которые смотрите основные видео Это шотики Там они Там один шотик Там сто с лишним тысяч Просмотров И И Пишут глупости В общем, ребята В общем, все, пацаны Приехал Вчера Когда Позавчера мы приехали из Киянки Вчера Такой день Праздновали Масленицы Сегодня уже работаем Все на объекте И как-то немножко тяжело С одной стороны А с другой грустно Встреча закончилась Было нереально круто По хронологии событий Конечно, скорее всего Вы увидите встречу Киянки Видео мое первое Будет, скорее всего, их несколько Вот А потом уже увидите это Но это произошло Недавно Видео даже про Киянку Еще не смонтировано Встречу А вы его уже увидели В общем, было очень круто Увидимся Услышимся Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok